Мне стыдно за свои чрезмерно сексуальные желания. Как их преодолеть? Ваше существование. Вы знали, что вы — это заболевание, передающееся половым путем. Это основа жизни. Это причина вашего рождения. Не ваша сексуальность, а других людей. Если в этом причина нашего рождения, должны ли мы с этим покончить? Вот в чем вопрос. Речь не о правильном и неправильном. Речь не о морали, а об ограниченной природе сексуальности. Вы хотите застрять в ней навсегда? Или вы хотите думать, это плохо, я не хочу всего этого? Нет. Я бы сказал, что по крайней мере для 30-40% людей это всего лишь проходящее внутреннее состояние. Но культура общества заставляет их верить, что они должны устремиться в этом направлении. Возможно, что для других 30-40% это непреодолимое влечение. Оставшиеся 30-40% находятся посередине. Они испытывают влечение, но не настолько компульсивное. Такова природа людей. Я говорю это с определенной уверенностью восприятия. Не все люди постоянно зациклены на этом. Но сегодня социум культивирует это в людях следующим образом. Если у вас не так, то вы ненормальны. По сути, вы говорите, что все йогины прошлого были ненормальными. Гаутама Будда был ненормальным. Все ненормальные, за исключением звезд порнографических сайтов. Все остальные ненормальные. Нет. Это сильно преувеличенное ощущение телесности. Существует физическое тело. Оно пришло в мир только благодаря чьей-то сексуальности. Не так ли? Секс, как основной инстинкт тела, это одно. Но если секс поселился в вашем уме, это совсем другое. Причина этого — определенный уровень культуры вокруг вас. Это происходит потому, что кто-то сказал вам, что это грех, и вы не должны думать об этом. Существует достойный способ справляться с этим. Для этого мы создали разные институты. Мы создали определенный уровень обязательств. Потому что у человека есть фундаментальная потребность проживать каждый аспект своей жизни с чувством эстетики. Иначе мы будем ощущать себя животными. Например, мы едим. Мы можем забрасывать в себя еду вот так. Когда вы очень голодны, вы становитесь похожи на животных. Если вы не ели пять дней, то будете поглощать еду обеими руками. Вы видели, как ест голодная собака? В случае острой нужды человек будет вести себя подобным образом. Но сегодня мы учимся сидеть правильно, когда вы очень голодны. Некоторые парамачарии демонстрируют силу своих легких. Вы уже трижды произнесете аум к тому времени, как они закончат первый. Потому что когда вам что-то очень нужно, если вы просто подождете две минуты, вы увидите, то, что было компульсивным, перейдет в осознанное. Еда, секс, сон и смерть. Вот четыре аспекта, которые являются компульсивными. Человек отличается от животных только тем, что с этими аспектами жизни он обращается осознанно. Если кто-то ведет себя так же, как любое другое существо на этой планете, то когда вы увидите такого человека, вы скажете «он как животное», не так ли? На уровне инстинктов существует определенная компульсивность. Но у вас есть интеллект, который может сделать вас осознанными, и вы будете руководить этими аспектами жизни осознанно. Если этого не делать, то каждый день вы будете слышать об изнасилованиях и других зверствах. У насильника такое же желание, как и у любого другого мужчины, но он не может осуществить его эстетически правильно, достойно. Его компульсивность берет верх над интеллектом. Во-первых, оставьте всю эту ерунду о том, что секс — это неправильно или аморально. «Дела не в этом». Важно понять, что по своей природе сексуальность ограничена. Существует много людей, которые едят и не могут остановиться. Да? С едой хорошо то, что если вы не воздержаны в еде, то это сразу же заметят все, даже те, кто не видел, как вы едите. Точно так же есть люди с выраженной сексуальностью, есть люди, которые засыпают, где бы они ни находились. Сатсанг — подходящее место для этого. Ничего, бывает. Это фундаментальные аспекты, это основные инстинкты нашего тела. Еда, секс, сон и смерть. Когда вы можете осознанно управлять этими четырьмя аспектами, то есть когда вы контролируете их все, включая смерть, я могу сказать, что вы человек. Вот когда вы становитесь настоящим человеком. В противном случае это эволюционный сбой. Что я могу поделать, садгуру? Это же эволюция. Нет, нет. В этом-то как раз все и дело. Когда вы становитесь человеком, эволюция происходит по вашему выбору. Будете ли вы эволюционировать или нет? Когда вы были обезьяной, вы не выбирали становиться вам человеком или нет? Но если вы стали человеком, то каким человеком вам быть — это ваш выбор. В момент компульсивности вы можете думать, что у вас нет выбора. Нет, выбор есть. Просто вы еще не научились делать этот выбор. Инстинкты, конечно, никуда не денутся. Но вы можете действовать по своему выбору, а не под влиянием компульсивности. Вот в чем разница. Все вы рождены в результате секса, но должны ли вы жить ради этого всю оставшуюся жизнь? Вот выбор. Это выбор. Это только один аспект вашего тела. Это не все. Это только одна часть того, кто вы есть, но не вы целиком. По сути, это страстное желание. То, чего мы жаждем, можно преобразовать. Не так ли? Когда вы были ребенком, а вам хотелось мятных конфет. По мере взросления вы стремились к чему-то еще. Сейчас вы молодой человек. Вы стремитесь к чему-то, но стремления постоянно меняются. Не так ли? Изменится ли это страстное желание под воздействием времени? Или по вашему собственному выбору? Осознанному выбору? Дело не в том, что вы должны отказаться от того или другого, что вы должны стать такими или такими. Для этого тоже есть способы. Но тот, кто хочет выйти за пределы, может выйти за пределы. Это не значит отказаться от чего-то. Если вы выходите за пределы, вы свободны от всего. Но самое главное, даже если вы погружены в это, ваш выбор происходит осознанно или как у компульсивного животного. В этом все дело, потому что суть различий между человеком и животным заключается в том, что животные реагируют на жизнь инстинктивно. Мы же — осознанный ответ жизни. Пользуйтесь этой возможностью отвечать. Все в порядке, вам не нужно чувствовать себя виноватым. Вам не нужно чувствовать «я одержим сексуальностью, значит во мне нет духовности». Свою одержимость вы можете перевести в духовный процесс. Вместо того, чтобы быть ведомым, вы становитесь ведущим. Это и есть духовный процесс. Вы хотите, чтобы вас что-то вело, или хотите сами быть ведущими? Если вы ведущий, это и есть духовный процесс. Намаскарам.